Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и давайте быстренько с вами обсудим предложение опасное трио, которое разработчики выставили на продажу. В состав набора входит три машины. В него входит Лёва, Т-34 и ИС-6. Разработчики выложили машины следующим образом. Вы можете взять себе за 15 баксов все три машинки. Ну вот просто, я бы не сказал, что голые и лысые, но по большому счету просто три транспортных средства, три слота в ангаре для них, для того, чтобы их, соответственно, можно было поставить и открытое все оборудование. Вот, ребята, весь набор за 15 долларов. То же самое, ребята, вы можете взять себе за голду. 7500 золота. И можете взять себе машинки отдельно. Но, ребят, учтите, что отдельно вы можете приобрести себе исключительно за реальные деньги. По 8 долларов за каждую машину. Просто машина, слот в ангаре, открытое все оборудование. Все, больше никаких ни контейнеров, ни камуфлюжей, ни там каких-то дополнительных приблуд и так далее. И вот теперь давайте, ребят, будем обсуждать все по очереди. Первое, что необходимо обсудить, я думаю, играбельность каждой из этих машин. Что касается Лёвы, машина всем известна. И да, ребят, забегая наперед, обзоры на машины и дополнительные катки вот здесь вот наверху будут в течение видео всплывать подсказочки. Переходите, не поленитесь, посмотрите честные обзоры, для того, чтобы вы понимали, как каждая из этих машин будет играться в ваших руках, если вы среднестатистический танкист с процентом побед в районе 50. Я за честность и поэтому всегда показываю все, каким есть, без всяких нарезок. Я не делаю красивых видосов, там где всех разношу и рассказываю, что Т-34, допустим, там мега супер нагибатор на сегодняшний день. Итак, Лёва отыгрывается довольно-таки неплохо, несмотря на то, что танчик с бородой, я его всегда называю одним из стариков данной игры. Я его в игре знаю столько, сколько знаю себя в игре. Раньше Лёву можно было приобрести в ветке исследования в любой момент, заходишь в Германию, бери, как говорится, не хочу. Потом его оттуда забрали и теперь Лёвчика периодически выставляют на продажу. Лёвчика выставляли на продажу за 5,5 тысяч голды. Последний раз, когда я видел его на продаже в магазине. И довольно-таки нормальное предложение. Танчик, несмотря на то, что он старичок, довольно-таки неплохо танкует на сегодняшний день до сих пор, даже против современных транспортных средств. Да, безусловно, находит серые зоны, находит где-то там по бокам и так далее. Но, ребят, от башни отыгрывается просто шикарно. У башни шикарные рандомные рикошеты и вообще классная приведёнка. Форма башни, ну, просто-таки создана для того, чтобы не получать пробития в себя. Что касается орудия. Ребят, орудие тоже очень приятное. Я имею в виду в сочетании с возможностями танка в целом в бою. Да, не суперподвижная машина. Да, безусловно, не хватает ему скорости, манёвренности. Но, ребят, своё время перезарядки в 8,5 секунд машина переживает вполне практически спокойно. И ДПМ вот этот заявленный, он в принципе, ребят, реализуемый. Если нормально, грамотно на Лёве отыгрывать. Альфа в 310. Да, безусловно, это не 400 двух и других товарищей в этом наборе. Но 310 это лучше, чем 400. И сейчас объясню почему. Потому что этих 310 вы можете впихнуть в своего противника, используя 234 единицы пробития. Запомните эту цифру. 234. Короче говоря, Лёва толковый, годный, нормальный. На сегодняшний день старик ещё может. Да, безусловно, не настолько много, как раньше. Но всё-таки машина годная и хорошая. Теперь, что касается Т-34. Т-34 действительно, вот эта машина морально устарела. Он очень тяжело отыгрывается. Он не очень хорошо фармит. Вот если у Лёвы коэффициент фарма, да, то есть процент его доходности 185, и он реализуемый. То есть вы можете на нём классно, хорошо, годно брать себе серебруху в боях и пополнять свою серебряную копилку. То Т-34 вам этого не даст, потому что 170% у него. И вроде бы не 150, не 160, но, ребят, даже при 170 он играется очень тяжело. И, соответственно, нафармить даже при 170% доходности на этой машине очень сложно. Что касается того, насколько тяжело и неприятно отыгрывать на данном транспортном средстве, ребят, он тоже очень неподвижный, неманёвренный. Но при этом всём ещё и вдобавок негативу имеет 12 секунд, ребят, перезарядки. И 400 единиц альфы, это вроде бы круто, но, ребят, вы помните, какую цифру я просил вас запомнить? Теперь вспоминаем, здесь 248, здесь ещё приятно. Вот эту цифру, которую вы запомнили, держите сейчас ещё в уме. Мы сейчас перейдём к третьей машинке. Но здесь, ребят, в отличие от Лёвы, 12 секунд перезарядки. И поверьте, лучше Лёва при 8,5 и здесь 310, чем 400, но целых 12 секунд с его, я бы сказал, посредственным бронированием пережить в бою. Что касается третьей машины, я на всякий случай вернусь ещё раз к Лёве. И у Лёвы, и у Т-34 похожие пробития. Здесь 234, у Т-34 чутка повыше, вот 234. А вот у ИСа 6, ребят, не сыщите вы себе добра в бою, когда будете бодаться стяжами, даже себе подобными по уровню. По одной простой причине, потому что пробитие 175. То есть практически на сотню пробитие меньше. При той же Альфе в 400, но только попробую её впихнуть, да ещё и с вот этим вот безбожным временем сведения и разбросом на 100 метров. Да, у ИСа 6 есть очень хорошая броня, хорошая приведёнка. Он рандомно неплохо рикошетит, можно отыгрывать от башни. Но, ребят, при этом всё, машина практически никудышная и бестолковая, с учётом всех его вот этих вот ТТХ и углом склонения вниз минус 6. Короче говоря, вот это вот всё и 11,5 секунд, практически 12, это всё приводит к унынию в игре. И да, безусловно, при коэффициенте фармов 180 серебра вы будете собирать, ну, больше, чем на других машинах. Но, ребят, поверьте, не настолько много, чтобы действительно стоило страдать на ИСе 6. Поэтому, ребят, машина до сих пор, я думаю, находится в ветке развития. Её можно купить за 7-600, а когда будут скидки, можно купить там и дешевле на 10-15%, как когда. Поэтому остаётся у нас открытым главный вопрос. По какому ценнику и что стоит брать? 8 баксов по каждой машине из этих, вне зависимости от их возможностей, вообще, в принципе, нечестно и несправедливо. 8 баксов при донате, у каждого свои возможности по донату, кто-то донатит, кто-то нет. Если вы донатер, то тогда вы рассматриваете вопрос, сколько голды вы сможете за эти деньги купить. И при грамотном донате, если смотреть на 1 косарь золота за 1 бакс, то 8 тысяч голды не стоит ни одна из этих машин. Если грамотно донатить не получается сугубо по времени вылавливать все эти предложения, и вы готовы переплачивать немножко за голду, то, соответственно, за 8 баксов 5,5 тысяч золота вы в любом случае наборами себе где-то поприобретаете и, соответственно, получите их. Поэтому я остро не рекомендую рассматривать себе к покупке, простите, любую из этих машин за реальные деньги. Они просто не стоят таких реальных денег. Лучше набрать наборами себе 5,5 тысяч золота и купить себе Т-34, если он вам нравится, а его выставляли именно за 5,5, либо купить себе Леву за 5,5, я уверен, что они будут на продаже по такому ценнику. Иса 6 за 8 баксов покупать это вообще шизофрения и ни в коем случае не рекомендую этого делать. Что касается 15 баксов, ну, в принципе, я думаю, что все то же самое, потому что, по-честному, за 15 баксов, я думаю, ориентировочно где-то, ну, не менее 11 тысяч золота, пользуясь разного рода вот такими вот какими-нибудь предложениями, там, по наборам, из которых можно голду себе как-то собирать, я думаю, что вы набрать себе сможете голдишки и набрать себе где-то в районе 10-11, ну, к гадалке не хотим. Поэтому за 15 баксов покупать этот набор тоже как бы ни о чем, потому что набор пустой, в нем просто ничего больше нет. А вот что касается, ребят, наборчика за 7,5, то здесь я уже рекомендую очень хорошо задуматься. Давайте еще раз вернемся к калькуляции. 5,5 за Леву. Т-34 тоже за 5,5. Но он не стоит этих денег. В любом случае за 7,5 тысяч можно сказать, что вы получаете 5,5 тысяч за Леву, это его честная нормальная цена. За 2 тысячи вы берете себе либо ИС-6, либо Т-34, просто в зависимости от того, кто вам из них больше понравится. И просто-таки на халяву вы получаете какой-нибудь третий танк, либо Т-34, либо ИС-6, в зависимости от того, кто вам не понравится. Поэтому, ребятки, за 7,5 я считаю, что данный набор вполне себе даже годный. Вы получаете 3 тяжелых танка 8 уровня, на которых можно фармить. И если у вас получится нормально отыгрывать не только на Левчике, а еще хоть на ком-нибудь из этих двух товарищей, то, соответственно, ребят, вы сможете получать нормально серебрянди себе в копилочку. Это мое честное субъективное мнение по поводу набора, который сейчас стоит на продаже. Ну и для того, чтобы наше видео с вами не было просто, ну, каким-нибудь разглагольствованием и рассыпанием мысли по древу, я выкачу Т-34 из ангара для того, чтобы показать, в чем конкретно Т-34 существенно устарел по сравнению с любыми другими танками, которые есть сейчас в рандомных боях, но и, соответственно, даже по сравнению уж тем более с премиумными и коллекционными машинами. Т-34 Falcon у меня только лишь по той причине, что у меня есть специальный камуфляжик на него, который переименовывает его, и красивый орел сидит у меня на башне танка. Внешне танчик просто бомбезный, мне очень сильно нравится, он очень клевый. И точно так же, как и Лёва, Т-34, да ровно как и ИСа-6, только ИС-6 до сих пор можно купить, а Т-34 и Лёву когда-то можно было купить в ветке исследования. И, честно говоря, я очень долго копил себе голдишку, тогда не было реклам, за которые можно было получать голду, тогда приходилось на голду потеть, ну, соответственно, либо донатить. На донат возможности не было, приходилось потеть. И вот, ребят, когда появился на продаже Falcon, я даже не пожалел голдишки для того, чтобы взять его именно в таком внешнем виде. И он мне до сих пор внешне очень сильно нравится, хоть по играбельности он существенно, ребят, существенно просел. Точнее, даже нет, не так. Наверное, не он просел, наверное, его просто просадили все те новые машины, которые начали в игре появляться. Вот сейчас я подкачусь немножечко наверх, дам плюшку и уйду на перезарядку на целых, ребят, 12 секунд. Это очень долго, очень долго для товарища Т-34, особенно учитывая тот факт, что у него, ну, я бы сказал, крайне, крайне слабое бронирование. Вот сейчас я получил от ВК-шки плюху на 444 и, согласитесь, размен явно не в мою пользу. Что касается, в принципе, того, как на данной машине отыгрывать, на сегодняшний день, наверное, либо никак, либо, пользуясь случаем, отыгрывать от башни, потому как башня, наверное, единственное твердое место, которое на танке на сегодняшний день еще сохранилось. Корпус крайне картонный, вас будут пробивать все, кому не лень, ну, прям везде, куда только не прицелишься. Вот видите, сейчас в нижний бронелист я не пробил. Я уверен, уверен, ребят, что будь пробитием чутка повыше, я бы смог все-таки закинуть в товарища. Ну, а так, к сожалению, не получилось. Попытаюсь немножко отвалить, но время перезарядки сейчас возьмет свое, и я медленно и печально, точнее, наверное, очень даже быстро отправляюсь в ангар. Прошивают верхний бронелист абсолютно спокойно, ну, а про бока и все остальное я даже, ребят, говорить не буду. Вот только летающие башни сопровождают нас. Вот такой вот у нас, ребят, получается в игре прикольчик. Ну, хотя бы что-то смешное, что-то интересное было под конец. Увезли башенки, на чем ребятам большое спасибо. Ну, а по Т-34, я думаю, рассказывать больше нечего. Как он фармит, я думаю, даже смотреть особо нечего будет, тем более явно проигрышный бой. Ну, короче говоря, Т-34, наверное, самая негодная в этом всем наборе машина. Конечно, безусловно, пробитие, ребят, ну, как бы и должно было бы быть, но оно все-таки должно было бы быть повыше. А про ИС-6, пробитие, ребят, я вообще молчу. Как тогда отыгрывать на ИС-7 в 6-ом, я слабо себе представляю. Потому что, честно говоря, глядя на его технические характеристики по пробою, ты просто начинаешь судорожно бояться зайти в бой против восьмерок, нежели нормально туда заехать. Даже пробития Т-34 не всегда хватает. Ну, а здесь, как бы, вообще ни о чем. Ладно, ребятки, это было абсолютно честное мнение по поводу набора, который сейчас есть на продаже в магазине. Брать или не брать, безусловно, дело ваше. Мое дело сказать свое субъективное мнение. В пределах всего видео вот здесь вот наверху были подсказочки, пользуясь которыми можете посмотреть дополнительные катки по машинкам, для того, чтобы вам было легче принять решение покупать или не покупать. Если вы за честность, однозначно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх этому видео, ставьте палец на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моего канала. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.